Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 июня и я все еще продолжаю высаживать томаты в открытый грунт, потому что у нас сначала было сильно холодно, потом у меня здесь, я вам показывала, росла рассада в тоннелях. Вот сейчас по мере освобождения все грядки почти что освободились, и я высаживаю томаты. Высаживаю всегда по одной и той же схеме, все то же самое у меня наработана годами уже эта технология. Как всегда ставлю, делаю разметку, ставлю веревку, вот это у меня будет, ой, сейчас подождите, вот это у меня дорожка, с двух сторон, вот с этой стороны у меня два ряда, с этой стороны у меня два ряда, ой, сейчас развернусь, ай-яй-яй. Так, осторожненько, не поломать томаты. Конечно, томаты в этом году у меня перестояли немного, видите, они уже покрылись пупырышками, это значит, они хотят дополнительные корни образовывать. Ну, будем выхаживать, но не то, что выхаживать, просто проблема в том, что сейчас очень жарко, вот которые в стаканчиках можно высаживать и днем, я высаживаю, потому что там корневая, без повреждения, я просто всаживаю в эту дурку, в лунку и поливаю. Которые с открытой корневой системой из лотков высаживаю, конечно, вечером в ночь, но несколько томатов все равно погибло, потому что на следующий день, когда наступает 30-градусная жара, они все вянут, верхушки свариваются, приходится подсаживать. Так поздно высаживаем в сибирском регионе, мы, конечно, не всегда, в прошлом году высадили рано, но многие, вот с деревни приехали родственники, многие у нас в деревнях еще даже не пахана земля. А представьте, когда, в каких числах у нас спеют в открытом грунте в Сибири томаты. Поэтому теплица, конечно, вот в теплице я сейчас только что недавно заходила, там уже налились, конечно, это прекрасная альтернатива для выращивания, там все-таки хоть немного пораньше, но в теплицу все не вместишь, конечно, приходится и в открытом грунте. Перезвоню, и приходится в открытом грунте выращивать. Вот я вам сейчас показала вот эти лунки, потом мне сейчас некогда объяснять ни схему посадки, ничего, все равно в этом году вы никто повторять такую схему посадки не будете. Я когда все рассажу, все полью, будет немного хоть свободного времени, я все покажу, как я сажу, почему по две в одну лунку, там экономия места, экономия колышков и вообще, что они прекрасно так растут, что разреженная посадка томатов, она тоже не очень хороша, томаты начинают жировать, у меня томаты никогда не жируют, они погуще посажены и все нормально. Все это я вам расскажу, но позже не отвечаю никому на комментарии, у меня сейчас самая горячая пора. Представьте, в 30-ти градусную жару высаживаю томаты, это очень сложно, и еще если писать ответы, комментарии, снимать длинные видео, все будет чуть позже. В следующем коротком видео, сейчас я покажу вам томаты, которые я высадила до похолодания месяц назад, какие они плохие, и что вот их придется мне подкармливать, хотя я всегда говорю, что подкормку делать томатам не нужно, оживут сами. Этим подкормка нужна, они уже не оживут сами. Все, до свидания.